МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. Сто дней до отчета глава Чувашии встретился с вновь назначенным руководителем администрации Комсомольского района. Зелёный щит региональный штаб ОНФ предлагает защитить чебоксарские леса от вырубки. Сохраняя прошлое, при реконструкции сквера Константина Иванова обнаружены ценные исторические артефакты. Сегодня глава Чувашии встретился с новым руководителем администрации Комсомольского района. Александр Осипов был назначен на эту должность 1 сентября. Сменив кресло директора спортивной школы на кабинет руководителя администрации муниципалитета, Александр Осипов успел изучить детально состояние дел. Приоритетная задача для вновь назначенного главы привлечения инвестиций. Район имеет хороший потенциал и развивается предпринимательство, и сельское хозяйство потенциал хороший. Но в последние годы инвестиции всё равно мало привлекают. На 2018 год у нас сейчас ставим задачу по проекту взять проблему, она много лет уже существует, станция Белоруссо-Атистический источник вод. До 600 кубов в сутки. Это один из проблемных вопросов. Ставим в первую очередь решение этой задачи, потому что загрязняется и природная среда. Там очень много жалоб, поэтому просто и предписания имеются. Глава республики заметил, в самом разгаре уборочная страда. Агрария муниципалитета все ближайшие дни предстоит работать, засучив рукава. 70% зерна уже убрано, остается порядка 30%. Если при хорошем погонусловии, это 15 сентября, по плану мы должны завершить. Надеемся, только погода с ним подведет, мы этот вопрос решим. Мы сейчас планируем, где слабое хозяйство, где уже закончили урожай, технику перебрасывать на остающие предприятия, чтобы помочь. Муниципальным властям необходимо расставлять приоритеты при работе над трехлетним бюджетом. Доходная часть районной казны должна увеличиваться. В каждом районе есть 14 или 15 программ, утвержденных в собрании директора или администрации. Надо приоритеты посмотреть, оценить. И при подготовке проекта бюджета на 2018, 2019, 2020 годы кое-какие вопросы с учетом мнений населения надо будет скорректировать. Первый подробный отчет о своей работе Александр Осипов пообещал представить через 100 дней. Медриковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Министерство экономического развития распределяет средства для поддержки малого и среднего бизнеса. На них претендуют предприниматели, работающие в трех моногородах. Средства из бюджета могут получить бизнесмены, которые приобрели оборудование и транспортные средства. Предпринимателям возместят до 50% расходов. Субсидии на поддержку малого и среднего бизнеса муниципалитеты получили, пройдя строгий конкурсный отбор. Его победителями стали Мариинский посадка, наши Шумерля. Мы распределили денежные средства на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в этих моногородах, связанных с заключением договоров лизинга на приобретение оборудования, автотранспортных средств и возмещение 50% расходов, связанных с уплатой первого взноса. Субъекты, которые заинтересованы в получении этой господдержки, это те, которые осуществляют деятельность на территории моногородов, либо зарегистрированы в этих моногородах, они могут подать документы и получить компенсацию за модернизацию в рамках своего производства. На мой взгляд, эта форма поддержки в прошлом году на уровне республики она имела огромный резонанс, то есть очень многие люди хотели воспользоваться субъектом, но, к сожалению, не всем деньги достались. И мы, учитывая то, что все-таки это такая хорошая форма господдержки, решили ее на моногородах распределить. Для предпринимателей, претендующих на господдержку, установили обязательное требование. Основное требование, это должно у организации, либо должна быть зарплата не ниже двух мрот, это порядка 15 тысяч на сегодняшний день. И таких организаций у нас, они есть, но они почему-то в меньшинстве, которые, во всяком случае, заявки, которые у нас поступают. Государство у нас, когда дает деньги, оно всегда рассчитывает на какую-то отдачу, минимальную отдачу в данном случае. Это что? Это создание дополнительных рабочих мест, необязательно их создавать десятками, достаточно одного-дву создать и два рабочих места создать, и то будет хорошо. В селе Бичурга-Баишево Шамашинского района реконструируют школу учиться в обновленном здании. Дети начнут уже в этом году. Подробности в следующем материале. Капитальный ремонт Бичурга-Баишевской школы начался прошлым летом. Первый этап работ подрядчики успели завершить накануне Нового года. Именно тогда вели в строй этот корпус с пластиковыми окнами и прочной кровлей. Приехавший на новоселье председатель правительства Иван Маторин пообещал, что работы продолжатся. В бюджете на эти цели заложили более 10 миллионов рублей. Вы получите комфортные условия для своей образовательной деятельности. Поэтому берегите школу, хорошо учитесь. Все это будет на вашем спорте. Это здание было построено более 30 лет назад. За долгие годы обветшали деревянные полы и оконные рамы. Прохудилась крыша. Зимой в классах было холодно и грызть гранит науки. Детям приходилось в верхней одежде. На время работ учеников перевели в другие школы. Ремонт в нашей школе мы ждали давно. Мы очень хотим снова сесть за партой в родной школе. Надеемся, что работа завершается быстро. Завершить работы планируют раньше намеченного срока. Подрядчики продолжают обшивать кирпичный фасад утеплителем и сайдингом. Преобразятся и учебные кабинеты. Сейчас здесь штукатурят стены и меняют полы. Качество ремонта нас устраивает. Подрядчик работает хорошо. Надеемся, что к сроку, 16 октября, все работы будут завершены. Местные власти обещают, что по своей оснащенности эта школа ничем не будет уступать городским. Дмитрий Ковалев, Мальвина Петрова, Эрина Гавелян, Республика. От экологической катастрофы города России будут спасать зеленые щиты. Еще прошлым летом Владимир Путин подписал инициированный общероссийским народным фронтом закон, который ограничивает вырубку деревьев вокруг населенных пунктов. О зеленых щитах вокруг Чебоксар далее. Я начинал здесь, как тренерскую детьку, 73-го года. Здесь волки бегали. Да-да, волки бегали. Я не вру. Тренер по лыжному спорту Алексей Павлухин вспоминает, каким был Берендеевский лес. Чтобы из таких зон после волков со временем не исчезли и сами деревья, общероссийский народный фронт предлагает создать вокруг городов так называемый зеленый щит. 1 января 2017 года вступил в силу закон о создании лесопарковых зеленых зон вокруг крупных городов России. Данный закон действует по всей территории России, то есть 85 субъектов Российской Федерации. Ну и в свою очередь в Чебоксарах. Тоже мы, активисты общероссийского народного фронта, подготовили перечень объектов, которые должны будут войти в состав лесопарковых зеленых поясов. Включение того или иного лесопарка в зеленый щит, или как его еще называют, зеленый пояс, означает, что там будут запрещены сплошные вырубки и определенные виды хозяйственной деятельности. Вопросы и пожелания жителей по поводу включения той или иной территории принимают по адресу электронной почты, которую вы сейчас видите на экране. После подготовки проекта и предложений ОНФ совместно с общественной палатой проведут публичное слушание. Пассажир рейса Чебоксары-Москва, который еще весной воспользовался услугами компании «Победа», взыскал крупный штраф с перевозчика. В Московской транспортной прокуратуре отмечают, что лоукостер нарушил права потребителей. Пассажиры отказались спускать в салон самолет, а пока он не заплатит 2000 рублей за право с портфеля. Это требование противоречит федеральным авиационным правилам. Теперь перевозчик обязан выплатить пассажиру 20 тысяч рублей, отмечают в прокуратуре. Напомним, что это не первый инцидент с компанией «Победа». Перевозчик уже штрафовали на 100 тысяч рублей за требование оплатить право с рюкзака в ручной кладе, хотя он соответствовал габаритам. Кроме того, пассажиры лоукостера часто жалуются на задержки рейсов. Неприятный инцидент недавно произошел и с нашей съемочной группой. По вине авиакомпании «Победа» самолет прилетел из Москвы в Чебоксары с часовым опозданием. Хотя, отмечают многочисленные пассажиры для перевозчика, это, к сожалению, не предел. Глава администрации столицы Алексей Ладыков подписал документ, который отменяет закрытие маршрутов номер 34, 36, 49 и 65. Кроме того, изменится количество единиц транспорта на ряде других маршрутов. Такое постановление принято после решения арбитражного суда Чувашии. Напомним, что в Чебоксарах при реформе транспортной инфраструктуры предполагалось закрыть 20 маршрутов и изменить еще 18. И еще одна информация, которая касается транспортного обеспечения Чебоксар. 24-й автобус, который ходит до микрорайона Соленое, будет ездить чаще. Теперь жители Соленого смогут уезжать до центра города каждые полчаса, а в часы пик каждые 15 минут. На маршруте увеличили количество единиц автобусов. В сквере на улице Константина Иванова в Чебоксарах началась реконструкция. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В Чебоксарах планируется обновить 28 площадок, дворы, парки, другие общественные места. Однако сквер Константина Иванова – территория особая. Это исторический центр города, при этом практически неизученная. Историки, специалисты по сохранению культурного наследия, краеведы всерьез беспокоены, что работы ведутся без их участия. Целый сосуд мы видим. Не просто так целый сосуд, а сосуд, обмотанный берестой. Вот видите береста. Вот она здесь. То есть получается целый сосуд. Ну обидно, конечно, что история города под ковшой эскаватор просто исчезает, гибнет. Когда-то на этом месте стоял Никольский монастырь, в котором была захоронена бабушка первого русского царя из династии Романовых. Несколько лет назад здесь проводились раскопки. Точечные. Историки вскрыли собственное место захоронения. Остальная часть сквера была под асфальтом. И ученые очень надеялись, что при проведении реконструкции они получат к ней доступ. Но приехав сегодня, обнаружили, что культурный слой нарушен. Вся земля вынута из глубины 2,5 метра, перемешана. И в этой куче попадаются фрагменты керамики, старинного кирпича, бутового камня и даже человеческих останков. Человеческая кость, вероятно, молодого человека, поскольку мы видим непреросшие эпифизы, до 20 лет, но может быть чуть больше 20. Вероятно, это погребение, часть кладбища церковного, которое существовало при Николаевском соборе. И вот эта территория, где сейчас ввели строительные работы, это территория кладбища древнего. Археологи не коллекционеры. Их интересуют не столько артефакты, сколько их расположение в культурном слое, привязка к местности. Тогда можно делать выводы, подтверждать или опровергать исторические версии. Мы бы поняли историю этого места. Мы знаем, что здесь был Никольский монастырь до строительства сквера. Мы знаем, что до этого здесь должен быть еще более древний город, то есть дорусский город, который был основан и заселен болгаро-чувашским, такое условное историческое наименование, населением. То есть здесь надо искать истоки вообще даже чувашского народа, если хотите. И мы также знаем интересные факты из прошлых раскопок, раскопок прошлых лет. Здесь есть материал до 16 века. И даже кирпич золотардынского времени и строительная керамика. О том, что строительство и благоустройство в исторической части запрещено, речи не идет. На смену старому всегда приходит новое. Это нормально. Тем более, что в начале 20 века, во время сноса монастыря, эта территория и так пострадала. Но вскрытые сегодня слои гораздо глубже, а значит интереснее. Буквально прямо сейчас, и для этого даже не нужно много средств, нужно сделать зачистку вот всей этой стенки и четко зафиксировать взаиморасположение слоев и по находкам, которые вот уже вываливаются к нам в руки, понять, как они датируются. Особенно интересны вот эти кладки, слой пожара, несколько углубленных каких-то объектов, возможно, погребов, которые выявились в траншее под фонарные столбы. И, конечно, вот это, вероятно, стена. Понятно, что строители связаны обязательствами, зависит и от графика, и от погоды. Но это тот случай, когда необходимо правильно расставить приоритеты. Инвестиции в будущее не отменяют уважение к прошлому. Наверное, всегда должен быть какой-то компромисс. Просто, я считаю, в нашем понимании культурной вообще история, она недоценена. Вот это просто показывает. Когда происходит такой конфликт, не в пользу археологии, это просто говорит, что мы еще пока не дозрели культурные, не понимаем этой ценности. Только одна проблема, когда наши потомки до этого дойдут, уже будет поздно. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. И вот как-то стало известно только что. Администрация столицы отреагировала на ситуацию. Работа в сквере Константина Иванова приостановлена. На месте находок проводится дополнительная экспертная проверка. Такая информация опубликована на сайте города Чебоксары. И это последняя информация на сегодня. Я прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова